Здравствуйте, друзья! Сейчас 29 октября 2017 года, воскресенье, уже поздний вечер, прошла очередная неделя. И что я хочу сказать, на этой неделе все было ровно, гладко, в общем-то, ну уже как и много недель назад, как-то на хлебобулочные меня вообще сейчас не тянет, конечно, тем не менее, я все-таки бывает много ем, голодно бывает как-то, ем просто довольно-таки много. Ну, не знаю, насколько это плохо или хорошо, но вот как-то организм у меня пока так работает, плюс еще тренировки. И, соответственно, ну вот так получается. Может, это и нормально. Вот. Сахар, мука, да, то есть вот как-то сейчас я начал есть бездрожжевой хлеб, наладил себе процесс, вот на прошлой неделе ел, на этой неделе тоже ем. И, ну, как-то так классно. Там каши все эти. Бывает, конечно, да, то, что там что-нибудь хочется себе там набодяжить, каких-нибудь там кефиров с чем-нибудь, или там с семечками жареными, или там с бананами. Вот. Но, тем не менее, в принципе, все ровно пока идет. Из тренировок что? Из тренировок на этой неделе я решил не нагружаться такими многочасовыми бегами. На буднях бегал по 15-20 минут. Один день у меня, ну, так, не хватало времени. И что я подумал, да, что я решил? Вместо того, чтобы просто отменить, как бы, бег, да, там в этот день, я такой эффективный выход сделал. То есть, оделся, вышел, пробежался одну минуту до леса, там и обратно. Вот. Поднялся пешком на свой этаж и закончил с этим. Ну, это просто для того, чтобы сохранить привычку. Вот. На выходных бегал по полчаса. Вчера полчаса, сегодня 25 минут. Вот. Ну, тренировки тоже продолжаю. Там отжимания, подтягивания. Сейчас идет вторая неделя воздержания. И что-то как-то, вот, вчера такое настроение было слезливое. Не знаю, с чем это связано. Может, гормоны какие-то скопились. Но с слезами, в общем-то, много чего выходит. И, в общем-то, это тоже хорошо. Заметил тоже такой момент, когда не спускается как бы с нижнего конца, то вот как-то оно начинает выходить с верхнего конца. Ну, то есть, как бы через глаза, через слезы. И тоже такое замечал у женщины. Да, то есть, такой был опыт, когда там не получалось у женщины, да, с которой я находился, достичь как бы оргазма, да. Через какое-то время прямо вот это в другую сторону со слезами выходило. Ну, какой-то такой интересный момент. Вот, причем, получается, может быть, он действительно общий и мужчина, и женщина. Не знаю. Вот, ну, как-то идет так хорошо. Я сейчас сконцентрировался на работе, на делах. Вот нижнее место так подостыло. И это очень хорошо. Вот, продолжаем работу. Пока не буду себе там какие-то добавлять еще задания. Пока держимся, да, на плаву. Ну, ровненько надо закрепиться. Ну, и идти дальше. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание. Благодарю, что со мной. Благодарю, что поддерживаете меня. Отмечу еще такой момент. Вот, касательно брожения, да, и мыслительных процессов. Я где-то полтора года назад летом в Анапе смотрел фильмы про грибки, читал, да, там, форумы про грибки, конспектировал. И в одном из фильмов была такая фраза, то, что наш русский профессор какой-то, не помню, вот, к сожалению, фамилии, и в интернете искал, не нашел. Он сказал то, что если в организме есть процессы брожения, то мыслительные процессы при этом невозможны. Вот, и, ну, вот, в каком-то смысле я сейчас на этой неделе наблюдал у себя, ну, как-то, вот, ну, по крайней мере, вот, как-то приходило вот свыше, какие-то такие осознания ловил, какие-то, вот, мысли приходили, я их записывал и сделал видеозапись, в которой делюсь, да, вот, своими мыслями, которые мне приходили. И, ну, вот, заметил то, что как-то в последнее время этих вещей, каких-то таких осознаний, прозрений появляется больше. Может быть, это действительно связано с тем, то, что, ну, как-то, вот, да, там, не употребляю я вот сейчас вещей, вот этих основных сахара, белой муки и дрожжей, которые способствуют как раз патогенной микрофлоре. Да, вот, грибкам. И, соответственно, может быть, потихоньку он начал мозг прочищаться. Ну, не знаю, такая вот гипотеза у меня есть. Кстати, вот, Андрей, если у тебя есть под рукой ссылочка, вот это вот там, где есть форум с грибками, с видео про грибки и про вот этот фильм, где профессор говорит эту фразу, если ты помнишь, пришли, пожалуйста, я что-то не смог ее нагуглить. Там еще говорилось то, что вот этого профессора потом после этой фразы засадили в психушку там на какое-то время. Так что, тема очень важная. Продолжаем работать, да, продолжаем травить гадов, продолжаем держаться. Отмечу один момент такой, очень тоже важный. Все-таки спасаюсь я сейчас иногда чем кишью, жареными кишью. И вот такое у меня подозрение, то, что это тоже такая ерунда, по сути, наверное, такая же, как и печеньки. То есть, вот, ну, может быть, чуть лучше, вот, но денег, конечно, стоит много и как-то с нее вот отпускает. Наверное, все-таки надо попробовать с этой штукой поработать, да, то есть, как бы от нее попробовать поуходить. Ну, не знаю, да, не знаю, насколько вот сложно, как-то вот сложно было вот именно ее прорабатывать. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание. Благодарю, что со мной. Благодарю, что работаете тоже, да, работаете тоже в этом направлении, в котором мы движемся. Держимся, да, держимся, воюем и завоевываем. Завоевываем здоровье, завоевываем будущее. Благодарю за внимание. Пока.